Здорово, Ютуб! Генерал Цзинь Юань, новый персонаж в Ханкай Старжейл, уже вышел. Релиз был настолько мощный, что китайские игроки даже уронили платежную систему своими донатами в игру. А у нас на прыжки на стриме записалось 15 человек, и мы крутили целых 2 часа со зрителями, а хотело записаться еще больше, но мы специально немножко ограничили количество человек. В общем, в этом видео я вам расскажу все про генерала, его способности, как и с кем собирать в команду, какие световые конусы использовать, как его играть и так далее, и так далее. Все, кто играет, не забывайте забирать промокодик на 50 звездного нефрита и 10 тысяч кредитов в описании к этому видео. А если вы по каким-то причинам еще не играете в Ханкай Старжейл, проходите также по ссылке в описании, регистрируйтесь на ваших мобильных телефонах или ПК, игра доступна с кросс-платформой, бесплатная, а также будет доступна на PlayStation в ближайшее время, ждите анонсов от разработчиков. Ну что ж, пойдем смотреть такого крутого и сильного персонажа, как Цзинь Юань. Электроперсонаж Эрудиции. Цзинь Юань — это персонаж Эрудиции, который наносит большой урон по нескольким целям. Персонажи Эрудиции — это, в принципе, персонажи, которые следуют пути нанесения массового урона в большое количество противников. И могу с уверенностью сказать, что Цзинь Юань — это самый сильный персонаж для нанесения массового урона в игре на данный момент. Но на этом его сила не ограничивается. Помимо того, что он очень много урона вносит в большое количество врагов, он также может наносить хороший урон в одну цель. И, что самое интересное, он самый сильный персонаж для пробития электрической уязвимости на данный момент. Он вносит огромный урон по полоске уязвимости. Вы сами можете в этом убедиться. Сейчас, поиграв в игру, взяв, например, Цзинь Юань в помощь от своих друзей или от рандомных игроков, и попробовав, например, на какую-нибудь застойную тень сходить, посмотреть, насколько много урона он пробивает шкалу уязвимости. Вот. Дальше пойдем посмотрим его способности. Как раз сейчас есть презентация талантов. Пока доступен баннер, доступно. И возможность поиграть за персонажа. Как раз расскажу основы перса, чем он наносит урон, как он это делает, как он пробивает уязвимость противникам и так далее. В данном тестовом забеге нам демонстрируют генерала против большого количества роботов с электрической уязвимостью. Первая же подсказка, которая нам вылезает, говорит про доспех вот этот золотой повелителя молний, который автоматически атакует противников. Сразу скажу, что это главный способ нанесения урона генералам. Доспех наносит примерно 80% его урона, поэтому составление пачек, выбор реликвий, выбор светового конуса и так далее, и так далее, мы будем осуществлять от того факта, что нам нужно как больше урона нанести при помощи повелителя молний. Повелитель молний делает определенное количество ударов. Изначально это всего лишь 3, перед входом в бой можно повысить еще на 3, до 6, а также повышение количества ударов происходит при помощи навыка. О, ну смотри, заскучал уже, хочет в бой. При помощи навыка, а также при помощи ультимейта. Соответственно, мы сразу же в бою нажимаем навык и будем жать его всегда для того, чтобы повышать количество ударов от повелителя молний. И точно так же нажимаем ультимейт, который очень хорошо бьет по всему экрану, пробивает уязвимость в 2 раза больше, чем его навык. И увеличивает... Очень красиво выглядит. И увеличивает количество ударов повелителя молний до 8. На данный момент, то есть на 3 от ульты и на 2 от навыка. Самое важное, мы хотим, чтобы повелитель молний всегда набирал 10 стаков, 10 ударов. Для того, чтобы это сделать, мы будем концентрироваться на скорости генерала или на саппортах, которых мы берем в пачку специально для того, чтобы набрать эти 10 ударов. Как вы видите, сейчас генерал не может обогнать доспех молний и добавить еще 2 удара повелителю молний. Именно для этого нам и понадобится скорость или те или иные саппорты. Ну, давайте посмотрим, как красиво уничтожает этих маленьких роботов доспех. Можно даже уменьшить скорость для этого дела. Как видите, урона очень много. И чем больше врагов, соответственно, тем лучше работает этот персонаж эрудиция. Лучше всего доспех в целом, я считаю, работает, когда мы видим 3 противника, потому что он наносит не только урон в одну случайную цель, но и также часть урона распределяется в соседей. Именно поэтому генерал так хорошо будет драться с мощными боссами или элитками, которые обычно призывают каких-нибудь маленьких монстров к себе на помощь. Вот, таким образом работает генерал. Пойдем смотреть, читать его следы, его таланты, что прокачивать, в первую очередь, на чем ориентироваться. Сейчас я открою в базе данных, в персонажах, в персонажах эрудиции. Цзиньюань. Итак, следы. Как я уже сказал, основной наш урон идет от таланта, то есть от Повелителя Молнии, поэтому мы всегда в приоритете на максимум прокачиваем этот талант, даже перед остальными, даже если у вас там не вкачаны эти обилки, лучше вложиться в этот талант. Потом навык, потому что мы почти всегда в бою будем нажимать навык ради дополнительных атак и ульту, и уже только в конце базовую атаку. Я считаю, что если генерал бьет базовую атаку и они повышают количество ударов Повелителя Молнии, это немножко грустно. В бою, значит, надо что-то корректировать, добавлять ему больше скорости или менять немножко пачку, вот, по количеству, так сказать, жадности использования навыков другими персонажами, чтобы их всегда хватало на использование обилки. Первый уникальный след. Генерал бьет очень сильно, очень классный. После, если количество ударов за одно действие Повелителя Молнии больше или равно шести, то крит урон возрастает на 25. Качаем, не задумываясь, сразу же, как только появляется такая возможность. Более того, он открывает возможность вкачать немножко крит шанса, силы атаки и защиты за довольно дешевые, ну, маленькое количество ресурсов. Потому что это, ну, на ранних уровнях мы это качаем. Здесь также силы атаки, естественно, тоже прокачиваем по возможности. Следующий, не самый необходимый след, но в любом случае их надо прокачать все, просто когда у нас хватит ресурсов на это дело. Но этот след также открывает путь к следу на 4 пассивного крит шанса, это тоже очень сильно. Сам по себе этот след просто в начале боя восстанавливает 15 энергий, чтобы как можно раньше ультануть и добавить 3 действия по Велителю Молнии. И очень-очень сильный след на возвышении 70-80, на самом позднем возвышении персонажа, увеличивает крит шанс на 10% и открывает путь еще к 5%. Здесь после навыка, как мы знаем, навык мы нажимаем очень-очень часто. Вот, так что по следам стараемся прокачивать в принципе все, что нацелено на урон. Помним, что у него свой собственный крит шанс высокий, и переходим к реликвиям. Или к световому конусу. Нет, раз уж я заговорил про пассивки, давайте поговорим про реликвии, и что собирать в реликвиях с учетом того, что у него есть свой собственный высокий крит шанс. Давайте смотреть. Во-первых, сеты. Сеты реликвий. Здесь все очень просто. Есть специальный сет реликвий, который увеличивает электрический урон, а также после использования навыка повышает силу атаки аж на 20%. Конечно же, в лейтгейме мы будем фокусироваться на этом сете, пытаться собрать его. Но поскольку до лейта, когда на 60-м ранге освоения мы начнем, скорее всего, получать по две реликвии за один заход, поскольку вам с тех же боссов за эхо войны будут выпадать периодически стрелок дикой пшеницы, если выпадут хорошие куски вот этого сета, конечно же, собираем этот сет, потому что и силы атаки, и скорость хорошо ему подходит. Не так хорошо подходит урон от базовой атаки, но нормально. Можно также собрать 2-2 в зависимости от... Не забываем, что в первую очередь мы в реликвиях ориентируемся на хороших статах, то есть главный стат реликвии. Смотрим. Силы атаки там, крит шанс, в зависимости от того, где это и что это. Сейчас все проговорим. И уже только потом смотрим на сет бонус. В планарных украшениях мы собираем... Сейчас я их найду. В планарных украшениях мы собираем замерзшая салсота из шестого мира, которая повышает еще больше крит шанс и урон бонус атаки, потому что это урон повелителя молний. Либо можно дать ему более такой универсальный сет на силу атаки 12% и еще 12% после 120 скорости. И опять же здесь мы тоже ориентируемся вначале на мейнстат. В сфере мы ищем электрический урон, в цепочке мы ищем силу атаки. Пойдем посмотрим на, собственно, то, что мы хотим найти ему в мейнстатах. Ну, поскольку голова и перчатки всегда дают здоровье и силу атаки, перескажу, что мы ищем в нижних статах. В нижних статах мы ориентируемся на крит шанс и крит урон в первую очередь. А также дополнительными статами хорошо зайдут процентная сила атаки, скорость по причинам тоже уже выше названным, и очень важно сопротивление эффектам, потому что если вдруг генерал стоит в контроле, доспех перестает наносить урон. Поэтому ему хорошо заходят саппорты, которые умеют снимать эффекты контроля, или, конечно же, просто саппстат, который дает сопротивление эффекта в контроле. И эффект пробития неплох, потому что пробивает электрическую уязвимость, он очень даже сильно. Так, шапка, перчатки, тело. В теле мы всегда ищем либо крит шанс, либо крит урон. Если не повезло, не выпало, забираем силу атаки, не проблема. В ботинках скорость или сила атаки. В зависимости от собранной пачки. Соответственно, об этом сейчас тоже поговорим. Если там аста, то, наверное, можно взять силу атаки. Если с броней, то тоже силу атаки вместо скорости. Здесь уже под себя подстраивать, что выпало, и как лучше играется, с какими саппортами вы берете этого персонажа. Сфера всегда элементальный. Электрический урон или сила атаки, если не выпала пока что. В веревке, конечно же, тоже сила атаки. Эффект пробития вряд ли не стоит. Скорость восстановления энергии тоже не пойдет. Сила атаки, чем больнее будет бить доспех, тем круче. Реликвии посмотрели. Пойдем посмотрим световые конусы эрудиции и какие ему подходят лучше всего. После чего перейдем к созданию пачек. Нет, потом еще и долоны надо глянуть. Световые конусы. Конечно же, начинаем с сигны, которая выпадает сейчас в баннере. Называется «До заката». Она абсолютно безумно сильная. Повышает крит урон, потом повышает урон навыка и сверхспособности. Имеет базу высокую 26, которая на максимальном уровне превращается в 582. А если вдруг вы не знаете, все процентные бонусы силы атаки, которые вы набираете на реликвиях или любых других способах, например, при помощи бафа асты, они потом накладываются на эту именно базовую атаку. Поэтому любая лего всегда практически сильнее 4-х звездных пушек. Вот. И увеличение урона бонус атаки. Здесь сразу же прокомментирую, что это ни одной бонус атаки, ни одного удара доспеха. А, конечно же, все 10, если вы набрали, они станут сильнее аж на 48%. Это очень жестко. Это очень сильно. Если вдруг у вас нет сигны, но есть пушка кавки, конечно же... Кавки. Химика. Я их всегда путаю, прошу прощения. Химика. Конечно же, выбираем пушку химика. Она сильная. Она очень хорошо работает в любой ситуации. Насчет 4-х звездных оружий. Внезапно очень много хороших. И не просто хороших, а пушек, которые действительно дают большую прибавку к урону. Самой топовой пушкой я назову пушку из боевого пропуска, но с одной оговоркой. Оговорка заключается в том, что пробуждать эту пушку сложно и долго. Если вы сейчас начали играть, у нас есть только один батл пасс, и вы можете получить только одну. А она раскроет себя очень сильно именно на максимальном уровне, когда вы получите большущие бонусы к урону, к всему урону персонажа. А также у нее высокая база. Но, если не хочется так долго прокачивать эти 4-х звездки, отлично вам зайдет зарождение себя, если оно вам нападало в баннере. Особенно на пробуждениях тоже. Это баннерная пушка, ее просто так нигде не получить, только если выпадет. Но если вдруг выпало, например, 3-го уровня или 5-го, то это будет очень сильное оружие, которое увеличивает урон аж на 96%, урон бонус атак, то есть урон доспеха Повелителя Молний. Ультра сильно, очень-очень-очень хорошо. А вот этот отдых гениев примерно тоже хорош, потому что увеличивает крит, урон, ну и силу атаки. Но, опять же, бонусный процентный урона посильнее, чем силу атаки. И вдруг у вас высокие пробуды этого конуса, его лучше тоже можно поставить. Ну и, конечно же, прям для всех фри-то-плей игроков, допустим, если ничего из-за этого нету, не выпало, важность завтрака — прекрасное оружие, которое легко пробудить до 5-го уровня, играя в забытый зал и просто ходя на боссов раз в неделю, 3 раза в неделю, на эхо войны. Она дает, во-первых, увеличение урона, это сильный бонус, и силу атаки, которая стакается 3 раза за убийство врагов. Очень круто, очень здорово, сильная пушка, хорошая. На 5-й пробуде она, наверное, слабее легендарки 1-й пробуды, ну, я не знаю, процентов, наверное, на 30, может. Ну, лего есть лего, тем более сигна, и здесь леги очень-очень сильные. На 3-х звездки вообще не смотрим, потому что есть важность завтрака. Вот такая история у нас с конусами. Я вот на зарождении себя очень бы на вашем месте посмотрел, особенно если оно выпадает у вас для наложения, и у вас нету легендарной пушки для генерала. Эйдалоны. Эйдалоны для тех, кто... Для тех, кто готов их выбивать, или выпало случайно, да? Может быть, вы играете в ТП, но вам выпали созвездия, и вам интересно, насколько они сильны. Первое. Очень хорошее. Когда Повелитель Молнии атакует, множитель урона по соседним целям повышается на 25% от множителя урона пораженного противника. Еще больше урона, особенно когда 3 врага на экране. 3 и более. Или хотя бы... Ну, или 2 тоже пойдет. То есть, такое против элиток, против каких-то саммонов от врагов. Очень хорошо заходит. Второе, как по мне, чуть слабее, чем первое. После того, как Повелитель Молнии совершает действие, урон базовой атаки навыка и сверхспособности повышается на 20% на 2 хода. Почему слабее? Потому что основной урон идет от Повелителя Молнии, а не от самого генерала. Поэтому, ну, не самое хорошее, я бы сказал. Третье. Я немножко жалею, что третье и пятое находятся... Ну, могло бы быть наоборот. То есть, пятое могло бы быть третьим. Здесь, потому что, опять же, урон сверхспособности и базовой атаки, а здесь урон навыка и таланта. То есть, урон от Повелителя Молнии. Вот. Но, что есть, что есть, оно ведет к хорошему, очень хорошему четвертому. Две энергии за каждую атаку Повелителя Молнии. То есть, 10 атак, это плюс 20 энергии восстановленной. Ульта генерала стоит 130. То есть, вместо 130 она начинает стоить 110. То есть, а ульта очень важна, чтобы как можно больше увеличить количество атак от Повелителя Молнии. И абсолютно безумное, конечно же, шестое. Шестое идолон, который ослабляет врагов, накладывает статус слабости. Они получают больше урона до конца текущего хода Повелителя Молнии от каждой атаки Повелителя Молнии. То есть, условно говоря, как только Повелитель Молнии сделает 3 атаки, до 3 раз оно может стакаться, весь урон последующих 7 атак будет увеличен аж на 36%. Это очень сильный идолон. Пойдем собирать команды под генерала. С учетом всей информации, которую вы только что услышали, я думаю, собрать пачки не составит труда. И, собственно, понимание того, что нужно брать и кого нужно брать под генерала, оно уже придет. Но посмотрим. Здесь сейчас как раз идет ивент, где мне дают тестового генерала, где можно удобно собрать под него пачку. Красивый ивентик и изменить отряд. Как раз первый тест-пробный генерал, которого у меня, к сожалению, нет, но мы посмотрим, с кем же его играть. База! Я считаю, что база это под такого сильного персонажа взять одного или даже больше, или двух саппортов. Саппортов у нас на данный момент 3. Это Тиньюнь, Аста и Броня. Представьте ее здесь, на месте вот здесь стоит, потому что у меня ее нет. Три персонажа гармонии, и все три прекрасно работают с генералом. Аста повышает скорость, потому что ему нужна скорость, как я уже говорил, и силу атаки тоже. Броня. Броня как персонаж, и так же как и Аста в целом, позволяет попробовать заменить ботинки, взять ботинки вместо скорости на силу атаки. Почему так? Потому что один дополнительный ход для генерала, одно дополнительное нажатие навыка позволяет нам легко набрать 10 стаков, 10 бонус-атак, соответственно, у Повелителя Молнии. Броня, скорее всего, самый сильный саппорт под генералом. Мало того, что она 5-звездный персонаж, что неудивительно, что она сильнее. И, ну, хотя он стоит в баннере вместе с Лисичкой, и Лисичка тоже, тоже, конечно же, Тиньюнь, очень-очень хороший саппорт. Увеличивает силу атаки, увеличивает урон и накачивает при помощи своей ульты энергию, чтобы он чаще ультовал и еще быстрее набирал эти самые нужные ему стаки. Так вот, насчет пачки. Можно пробовать, я думаю, для тех, у кого есть броня. Я бы играл генерал Броня. Да, допустим, ты броня. Ты теперь броня. А, нет, вот ты броня. Потому что воздушный элемент. И дальше нам остается добрать, конечно же, какого-нибудь хиллера, выживаемости или танка. То есть, например, пирога ГАШ, чтобы таунтить врагов. Или Наташа, чтобы лечить. Или Март, чтобы тоже защищать щитами. Март еще очень прикольно. Можно накидывать щит на генерала, и когда его будут бить, он будет быстрее откатывать ульту. Соответственно, один из этих трех персонажей для выживаемости. И еще можно либо какого-то саппорта, либо хиллера. Можно даже вместе, да? Щитовик хиллер плюс саппорты. Это, наверное, такое самое простое, базовая команда. Можно пробовать собираться в гиперурон. То есть, взять два саппорта, например. И либо одного танка, либо вообще взять дебафера. То есть, пелу, которая снизит защиту. Или вельт, который замедлит. Да, и попробовать там, например, забытый зал какой-нибудь пройти чисто на уроне. Если есть желание. Ну, конечно же, в идеале я бы, наверное... Я бы, наверное, идеальное, что собрал, это... Ну, вот из того, что у меня есть, и того, что у меня нет. Если, например, не учитывать броню, я бы брал Асту, Лисичку и Байлуш. Потому что Байлу просто прекрасно везде. Она... Она может воскресить, если персонаж случайно умрет. Вот. Так что вариаций на самом деле масса. Кого можно поставить в пачке? Можно собрать из, например, саппорта, какого-нибудь танка-хиллера. И, например, тоже там замедляющего персонажа Дань Хэна. То есть, добавить еще охотника, чтобы было больше целенаправленного урона. То есть, не забываем, что генерал все же специализируется на массовом уроне. Можно добавлять и по одному охотнику в эту пачку. Для того, чтобы было больше именно таргетного дамага. В целом, да, вариаций много, но всегда берем либо каких-то саппортов, либо каких-то дебаферов, которые ослабят врагам защиту, увеличат урон самого генерала. Потому что генерал наносит очень много сильного крутого урона. Так что саппорты под него важны и сделают его еще сильнее, чем он есть на самом деле. Кстати, о саппортах. Как раз в его баннере сейчас находится Лисичка Тиньюнь. Вот, так что, если вы крутите его баннер, скорее всего, она вам выпадет. И вы сможете взять их вместе. А если еще в оружейном баннере вам, например, выпадет конус Асты, он прекрасно подойдет как раз под Тиньюнь, которая увеличит тем самым еще больше электрического урона генералу Цзиньямю. Вот. Поэтому все персонажи, которые находятся в его баннере, хороши. У Марта очень крутые долоны, Сушан сильный сингл-таргет. Кстати, та пачка, которая нарисована просто вот на баннере, она хороша. Она очень хороша. Вместе с ним можно использовать именно этих персонажей. Так что, я думаю, что в целом стоит крутить персонажей, если вам понравилось вышесказанное. Если вам нужен сейчас персонаж с высоким массовым уроном или даже сингл-таргетным электрическим уроном, генерал очень хорош, красив, харизматичен и просто очень крутой. Многие уже хвастаются и радуются генералу, которого успели выбить уже за первые дни этого прыжка, этого баннера. Вот. Спасибо, YouTube, что посмотрели это видео. Надеюсь, мой разбор персонажа показался вам достаточно полным. И я рассказал все, что мог, все, что знал о персонаже. И вы сделаете выводы, сможете играть на нем правильно, собирать под него правильные пачки и так далее. Не забывайте забирать промокодик на... О, чат появился. Пока YouTube. Не забывайте забирать промокодик в описании. А также, если вы еще не начали играть в Ханкаист Рейл, проходить по ссылочке, регистрироваться и начинать играть. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok